Перед пошатком концерту на сцене Гомельского городского центра культуры репетиция за длевлости Гомеля от Киева, звычайная, они проводятся дистанционно. Суместные творы гомельского аутора и канавца Вячеслава Корса и украинского композитора Александра Удавенки створаются шляхом отправления записов один-одному. Собраться разом на одной сцене у них отрымалось и литерально за годину до концерта. Вячеслав Корса – гомельский музыкант, лаурад шматликих конкурсов у Беларуси, России и Украине. Александр Удавенка – украинский композитор, який отрымал популярность после выхода у эфира «Сера Яла Сваты», для которого он написал музыку и песни. Суместный проект обо двух музыкантов лета на завсёдых – это с получением душевных, ширых песен на верше Вячеслава Корса и музыку Александра Удавенки. Мы хотели сделать музыкальные, душевные, какие-то очень тёплые вещи, каждодневных, которые касаются всех. О чём мы поём в своих песнях? О любви, о нежности, об ожидании. В общем-то, о таких достаточно человеческих вещах. Поэтому мы очень надеемся, что понравится. Подчас концерту «Летом завсёд» артисты представили как выниксу местной творчести, так и своей особистой композиции. Два особные музыкальные блоки с ауторскими песнями. Я к этому проекту шёл, наверное, уже лет 20. К тому, чтобы действительно… Были попытки сделать этот проект, реализовать и с этими же музыкантами, и с другими музыкантами. Мы пробовали разные варианты, и в конце концов пришло всё к этому. Были годы увлечения бардовской песней, которые дали тоже свой результат хороший, то, что научили обращаться со словом. Многие научили обращаться, работая, скажем, с другими какими-то музыкантами. Я работал как аранжировщик, научился чувствовать состав музыкальный, оркестр. Вот здесь возникает уже как квинтэссенция такого 20 прожитых лет. Суместный концерт Вячеслава Корс и Александра Удавенки «Летом завсёд» отрымал колоссальный поспех у гомельской публики. А это значит, что я на моём все шансы на гастрольный тур по Беларуси и Украине. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель».